В эфире «Давай по Жене» все у нас с тобой Анастасией. Идите и знакомьтесь со вторым женихом. Удачи! Привет! Вот, в общем, ты очень прекрасная девушка, и я даже песни написал для тебя. Вот, ты мне очень сильно нравишься и всегда мечтал о такой, как ты. Я тоже диджей, и ты диджей, мы с тобой можем вместе одним делом заниматься. Спасибо, проходите. По крайней мере, этот человек чистый. Он как выглядит, так оно и есть. Маска, маска, я тебя не знаю. Это кактус, а это мой друг Дима Люми. Ну что это кактус? Ну что это кактус? Ну что это кактус? Ну что это кактус? Да? Кактус. А вы чупа. Да. А дайте нас посмотрим на экране еще, какой вы. Да. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Чупа. 24 года. Диджей, стилист, продвинутый геймер. Пишет электронную музыку. Мечтает о славе Мерлина Мэнсона. Предупреждает, что его жена должна будет покрыть татуировками свое тело на 90%. Чупа отбил девушку у своего друга, а она уехала в Москву, кинулся на ее розыски и в столице нашел новую любовь. Надеется, что Анастасия прекратит его поиски идеальной женщины. Между прочим, наш жених буквально через тернии пробивался к нам. Выражаю всеобщую благодарность 58-му отделению милиции за содействие и счастье у граждан. Василис, будущее так будет пугать граждан-то, нет? Вообще, на самом деле, хорош. Внешний вид, конечно, зачет. Все просто до мелочей продумано. По-моему, очень здорово. На самом деле, Чупа, мне вас странно так называть, но придется, имеет такой, скажем, особенно устроенный внутренний мир и большую потребность его внешне реализовать. Но получает это по Венере в Скорпионе так несколько гротескно, агрессивно. Господи, чувствуешь себя ангелом после этого? Да, просто с такими, знаешь, с такими клавишами души. Даже если это когда-то поменяется, все равно формы выражения останутся такими, не всегда социализированными. А мужики клеятся, нет? Мужики, ну, бывают всякие пьяные, порой даже за девушку принимают. Ну, и как вы вот в этом-то смысле? Да мне пофиг, значит, я красивый, если даже мужикам нравлюсь. Ну и как на твоем рынке? Куда бы поставила его? На какой прилавок? Слушай, я, честно говоря, в растерянности. Только в прилавку ставить, только купцом называть, собственно говоря. Но вы знаете, в конце концов, конечно, трудно такого купца пристроить. Да, вот что-то действительно, то ли девочка, то ли парень. Чупа. Да. А у вас практически все девушки, которых вы уводили у своих друзей, что за закономерность такая? Да нет. Нравится чужое или что? Не так, чтобы увозил, сами уходят ко мне, чай поделаю. Да? Да. Ну, нравлюсь чаю ей. Скажите, а вам товарищи не устраивали темную там, не выясняли с вами отношения? Да нет, че, не знаю. Или наоборот. Не я же там что-то делаю, чтобы она ушла ко мне. Она сама хочет это и... Настю запугали, короче. Она просто, она вот реально сейчас сознание потеряет. В общем так, Сережа, твоя задача реабилитация, Настя. Вот вы знаете, Чупа, несмотря на ваш вот такой агрессивный образ, я знаю вашу историю, вы хотите вполне себе традиционную семью. Вы ревнивый. Вот я ещу постоянно на гастроли и у меня очень много поклонников. Да нет, ну в этом плане наоборот. Я тоже планирую пробиться в шоу-бизнесе куда-то, вот. И я хочу, чтобы если я такой хороший и девушка мне тоже такая нужна. А люди за что задержал-то? Они подходят, говорят, выглядите странно. В общем, я говорю, да ладно, я тут на съемки еду, на давай поженимся. Они такие, ну ясно, ну ладно, мы сейчас там быстренько прогуляемся и отпустим вас. Ну и так и получилось. И так часто у вас, да? Честно говоря, первый раз. Да ладно? Мужчина никогда не было такого, серьезно. Он в очереди стал в Останкин, а на протяжении 20 лет его просто не пускали. Чупа, правда хотите жениться или пришли засветить? Хочу. Жениться. На тебя хочу жениться. А вот вы считаете, мужская ответственность семье это что? Ну. Вот обязательства ваши? Набить морду, если женю мою обидел. Хорошо. То есть, значит, вы должны будете быть заступником. Ну правильно, здорово. Да. Ну там, содержать семью, все дела там. Правильно. Ну так и что? Ремонт делать тоже. А куда приведете вот такую вот прелестницу, Анастасия? Куда? В клуб к себе приведу. А вас не паришь, а она старше на 4 года? Ой, я люблю старших. Это у меня бывшей жене столько же на самом деле лет. У вас бывшая жена есть? Да. Столько же лет. А дети есть? Нет. А почему вы развелись? Родители ее вид мой внешний не воспринимали, потому что религиозные. Ну не ходили бы так, ну не ходили бы так к родителям. Так я и так не ходил, но они все равно фотографии видят и так далее там. Вот мне нравилось, и они постоянно говорили ей, что вот я плохой, что Мерседеса у меня нету. Вы знаете… Нет, послушайте, Чупа, а как вы считаете, вот если бы вы точно так же ходили, но дарили бы родителям на праздники дорогие туры, квартиры, их бы это все устраивало? Я думаю, что да, наверное. Не, мне кажется… Все равно бы не устраивало? Ну я не религиозные люди, им вообще внешний вид мой не нравится. А когда она замуж за вас выходила, она же понимала, за кого выходит? Ну, да. И сколько вы с ней прожили? Два года. А она тебе до сих пор? Нет. Ну, ради любимой женщины не пытались что-то сделать, я не знаю, заработать? Пытался. Не получается? Я даже, в принципе, в Москву ради нее приехал, когда мы расстались. Очень сильно поругались мы с ней, она уехала в Москву, я работу друзей всех бросил, поехал за ней. Как целоваться-то вот с этим человеком? Он же тебя вперится и проткнет тебе губу. Потом встретил другую девушку, потом еще другую, и как-то я решил, что теперь у меня будет пассивная роль. Ну, у вас, да. Сюжет такой для... Приехал за одной, остановился жить у подружки, а влюбился вообще в четвертую. Получилось почему так? Потому что, ну, всегда так получалось, что я мирюсь с ней первой. Мне до того это надоело все, и что я взял просто и думаю, теперь, если она сама со мной не помирится, то я ничего не делаю. А еще я, знаете, вам скажу, почему так все получилось? Потому что вы молодой. Ну, можно. Потому что вы сначала должны пройти, вы должны созреть, пройти все этапы, все сезоны такие человеческой души созревания. Поэтому все у вас еще впереди. Но только вы должны даже свои 24 года понимать, что за все придется расплачиваться. И будет очень обидно, если даже ваше красивое лицо, один из бывших дружков, той, которую вы увели, просто вам попортит. Поэтому как-то уже отвечайте. Да, не все инстинкты. Да. Если есть вопросы, если нет, пойдемте смотреть сюрприз. Ну... Покажете? Нравлив тебе? Об этом узнаем в конце программы. Проходите. Не стесняйся. Да, не стесняйся. Да. Давайте микрофон не проходит. АПЛОДИСМЕНТЫ Написал песню для тебя специально. АПЛОДИСМЕНТЫ Будем танцевать? Ну-ка, давай. АПЛОДИСМЕНТЫ Небо мое далеко от меня, я не могу его достать рукой. Я посмотрю на тебя, мое солнце. Зубы желтые-желтые, смотри. Курица я с тобой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Давай, запишем. ВЫСТРЕЛЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Спасибо. Понравилось? Ну, да, необычно. Спасибо, парни. Спасибо вам. Я рада вас с вами познакомиться. Удачи вам. Пусть вас больше не останавливают. Берегите себя. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, по-моему, это было вообще супер. Ну, Ксения, Антон, ваше мнение? Это точно. Не Настя Матипаж. Точно. Вот прям на сто процентов. И мне кажется, что вот как раз таки он пришел не за Настей, а показать себя больше. И сейчас жениться он точно не в состоянии. А вы что скажете? Я боюсь, что произойдет та же самая ситуация с его прошлой супругой. Потому что у Насти тоже очень хорошие родители, религиозные. Но не получится ничего у них. И она не пойдет наперекор им. Да ладно. А все у нас получится. Вот мы вчера в церкви были. Ничего. Никто нам ничего не сказал. Он же не дурак. Он же так не ходит ежедневно. Просто времени нет. Их потом холодно бывает. Это же парадный выход его. Наверное, он надевает... На парадный выход придет как на презентацию ее альбома. Это будет офигенски, если я приду в таком виде. Все офигеют и наоборот круто будет. Вот у него сейчас такой образ жизни. Это такой некий переходный возраст. На самом деле у него в глазах, несмотря на то, что эти линзы... Вот, ну не знаю, мне показалось, что он очень позитивный свет. А как еще обратить себя в многомиллионной Москве? Ну как? Ну что еще сделать? Ну только можно еще кожу снять с себя. Талант. 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 А прежде чем тебя заметит твой талант, нужно каким-то образом обратить на себя внимание? Риса сразу чует хороших людей. Сразу почувствовала. Вот меня поняла. Действительно, вот прям. Именно. Вот именно то. Умела бы креститься, перекрестила. Чур меня, а Чурмина к лешему его вообще. Пусть он, извините, приведет себя сначала в порядок. А потом уж к нам приходит. Я специально себя сделаю в непорядок, чтобы она увидела во мне то, что она увидела и мне это нравится. Абсолютно русский типаж, на самом деле. Ну да, пытается так себя проявить. Я думаю, что там как раз вот, ну Иван Дурак это не оскорбительно, а скорее это герой русских сказок. Вот он такой классический Иван Дурак, который таким образом ищет свое счастье. В хорошем смысле слова. Чупа не дурак. Чупа умный. Ну конечно Лев и Скорпион это один из самых сложных союзов в Зодиаке. И он очень сильный скорпион, а вы смесь льва и девы там и еще некоторых факторов. Этому союзу не бывает, даже если бы он был прекрасным принцем с виду. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ